Неужели контрнаступление ВСУ провалилось? Что об этом думают американские СМИ и какие статьи здесь пишут в американской прессе? В России Госдума приняла законы, которые говорят о том, что грядет большая мобилизация. Арестовали Стрелкова, в Америке вовсю готовятся к президентским выборам, отменяют позитивную дискриминацию в университетах, а в Конгрессе на полном серьезе обсуждают НЛО и даже говорят, что у Пентагона есть биологические останки пилотов вот этих вот внеземных аппаратов. В этом новостном выпуске я вам расскажу, что писали американские СМИ об этих и многих других темах последнюю неделю. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирно-жирно лайк, а мы начинаем. Поехали! Итак, вот уже больше месяца, как началось украинское контрнаступление, но движется оно не совсем так, как планировали и предрекали американские СМИ, американские аналитики. Но значит ли это, что контрнаступление провалилось? За последние несколько недель в основных американских СМИ, вроде New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, вышло несколько статей. Так вот, например, сначала в New York Times говорили, что у ВСУ очень утомленные солдаты, что очень ненадежное вооружение, и поэтому Украина испытывает очень сильные, конечно, проблемы с продвижением на фронте. Несмотря на то, что, например, на Запорожском направлении такие продвижения есть, тем не менее, есть и очень большие проблемы, потому что оно не движется так, как запланировали. Также New York Times буквально сегодня сообщили, что все, ВСУ якобы решили, что Запорожское направление это приоритетное направление для контрнаступления, и там уже начинают задействовать так называемые стратегические резервы, которые до этого не были задействованы на фронте, потому что по чуть-чуть, но все-таки они приблизились к первой линии обороны Российской Федерации. Wall Street Journal связывают такое вот медленное наступление с тем, что у России было достаточно много времени, чтобы подготовить линию обороны, чтобы разложить везде мины, которые очень сложно проходить. И главное отличие от натовских инструкторов, которые как раз обучали ВСУ в Европе, везде, что вся стратегия НАТО, она сводится к тому, что перед началом большого контрнаступления идет очень большая как артиллерийская подготовка, так и обстрелы с воздуха с помощью авиации. Но у ВСУ по сравнению с Россией практически нету авиации, она очень слабо задействована, поэтому приходится действовать совсем другими методами. И то, что вот мы сейчас видим, это по факту крупнейшее наземное такое вот контрнаступление, попытка прорыва линии фронта в 170 километров, крупнейшее вообще за последние 70 лет, там, то точно со Второй мировой войны в Европе. И поэтому буквально сейчас все, в том числе и западные страны, они учатся вот на примере того, как наступает ВСУ. Одновременно с этим российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на севере, вот там, на Сватовском направлении, пытаются наступать на Купинск, к Лиману подойти, чтобы вот выйти к реке и создать новую линию фронта. Где-то получается, где-то нет, но, в общем, бои идут очень напряженные. Но что тут нужно знать? Несмотря на то, что контрнаступление не идет так быстро и так решительно, как это было запланировано, хотя, опять же говорю, прогресс все-таки есть, Америка и западные страны, они не спешат, как бы, прекращать поддержку ВСУ, о которой, как пишут здесь в СМИ, мечтает Путин. Например, вот США выделила огромный, опять, пакет помощи в 1,3 миллиарда долларов и плюс еще 400 миллионов. Там и разные снаряды, ракеты и даже, знаете, маленькие такие вот дроны для разведки, которые помещаются буквально на ладонь, которые называются Black Hornet, то есть, нано-дроны такие маленькие, и их вот будут поставлять тоже сейчас очень много. Франция заявила о том, что теперь они не будут просто вот снаряды для ВСУ брать со складов, а будут производить непосредственно для ВСУ уже новые снаряды. Германия заявила, что намерена оказывать военную поддержку Украине аж вплоть до 2027 года, то есть, несмотря на то, что наступление идет не так, как все планировали, все равно поддержка от Запада есть и оружие, боеприпасы, все это будет все так же поставляться. На самом деле, вот на момент съемки этого видео как раз появились новости о том, что ВСУ активно продвигается на юге, заходит там в один поселок, другой там пытаются как-то окружить. В общем, есть подвижки, будем следить за событиями. Напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Мне интересно мнение услышать с обеих сторон. Одновременно с этим Дональд Трамп в одном из интервью заявил вновь, что для прекращения войны Украине придется отдать часть своих территорий России, но зато, мол, закончится война. Опять же, я уже говорил про это в прошлый раз, не стоит слова Трампа воспринимать реально всерьез. Конечно, если бы он стал президентом, то, наверное, он бы попытался что-то такое сделать, но перспектива того, что Трамп станет президентом, она настолько маленькая, что я бы даже по этому поводу не переживал. Трамп любит громкие заголовки, громкие высказывания, чтобы просто играть на публику, поэтому не рассматривайте это всерьез. Про новости из США я еще расскажу чуть-чуть попозже в этом видео, поэтому обязательно досмотрите до конца. Конечно, американские СМИ не обошли стороной новости о таком массированном обстреле Одессы, который происходил практически всю прошлую неделю. Там поврежден очень старый храм, Спасо-Преображенский собор, который был еще в 30-х годах советской власти уничтожен, затем уже при независимой Украине был восстановлен. И, конечно, знаете, несмотря на то, что уже полтора года, как идет война практически, все равно на эти кадры невозможно смотреть без горечи, что вот я как человек из России, и вот вижу это, вот что делает моя страна со своим соседом, это, конечно, абсолютно ужасно. Я очень надеюсь, что война как можно скорее будет закончена, российские войска покинут территорию Украины, и мы как-то будем все вместе с этим вот всем дерьмом разбираться. Также на прошлой неделе произошел очередной взрыв на Крымском мосту, было повреждено дорожное полотно, оно не обрушилось в этот раз, но, тем не менее, одна из сторон моста была полностью закрыта в результате взрыва, как говорят, с морских беспилотников. Погибло несколько человек, много раненых, и самое удивительное, что как раз все местные СМИ подчеркивали, Россия, несмотря на то, насколько опасно двигаться вообще в районе Крыма, и я на самом деле удивлен, что даже люди в целом не осознают всей этой опасности, и едут спокойно отдыхать в оккупированный Крым, так в российские власти еще, когда мост взорвали, сказали, что ну, езжайте по оккупированным территориям, где вероятность обстрела и впадания ракеты еще выше, чем на Крымском мосту, и люди реально поехали, то есть это настолько удивительно, это здесь, конечно, вызвало такой шквал новостей про то, что вот Россия на полном серьезе это делает, это, конечно, удивительно. И что могу сказать, конечно, обстрелы и попытки полностью взорвать и уничтожить Крымский мост со стороны ВСУ, они будут только продолжаться, потому что это очень удобный для России способ логистики тяжелой техники, боеприпасов, продовольствия для армии, и мне вообще удивительно, что вот люди вот так вот берут и спокойно едут в Крым. Вот, кстати, мне на самом деле очень интересно почитать ваше мнение, если среди моих зрителей есть люди, которые вот сейчас поехали в Крым, напишите, почему вы это делаете и почему вы не боитесь. А я напоминаю вам, друзья, что если вам нравятся подобные видео с разбором американских СМИ, то не забывайте ставить пальцы вверх под этим роликом. Вам это ничего не стоит, но каналу очень сильно помогает. Также, если вы хотите еще каким-то образом поддержать мою работу, работу моей команды, потому что я не один работаю над этим каналом, то вы можете воспользоваться функцией «Суперспасибо» на Ютубе, спонсорством на Ютубе и также на сторонних сервисах вроде Патреона. Все ссылки будут в описании. Это не обязательно, но вы нам таким образом очень сильно поможете. Спасибо. Задумывались, как сервисы такси обеспечивают достаточное количество водителей в каждом районе города? За это нужно благодарить аналитиков данных. Именно они анализируют спрос, скорость движения и другие параметры. На основе этой информации оптимизируются маршруты. Так и достигается среднее время ожидания в 15 минут. Аналитики данных находят закономерности в отчетах и помогают принимать бизнес-решения на их основе. Эту профессию можно освоить в Академии Эдюсон на курсе «Аналитик данных» всего за 6 месяцев. Программа без воды. Только актуальная на 2023 год информация и много практики. В курсе предусмотрены тренажеры. Вы отработаете новые знания на реальных примерах и соберете портфолио из 32 кейсов. Учиться можно в комфортном темпе. Постраиваете график под себя. Работу долго искать тоже не придется. На рынке прямо сейчас открыто более 6 тысяч вакансий. А средняя зарплата по России составляет 177 тысяч рублей в месяц. Академия Эдюсон точно знает, что конкретно нужно бизнесу. Ведь уже 10 лет она обучает частных клиентов и сотрудников топовых компаний. Среди них РЖД, Билайн и Лукойл. И знаете, что еще? Эдюсон содействует трудоустройству. Эксперты помогают составить резюме и портфолио. Готовят к собеседованию. Рассказывают, где и как искать работу. И даже отправляют резюме в компании-партнеры. Среди них такие крупные компании, как Сбер, МВидео, МТС и другие. Не упустите свой шанс стать специалистом в востребованной области. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. И оставляйте заявку на курс аналитик данных от Академии Эдюсон. По промокоду столицы мира вы получите скидку 65% и консультацию с директором по аналитике работа.ру в подарок. Давайте перейдем к новостям из России. Что про это пишут здесь в Америке? Конечно, все сосредоточили свое внимание на этой неделе на новый пакет законов, который Госдума приняла перед уходом в отпуск. Теперь призвать будут всех с 18 до 30 лет. И теперь повестка считается врученной, как только она появилась в реестре. Если повестка именно на ваше имя появилась в этом реестре, то все, вам закрыт выезд из страны. То есть, если раньше нужно было хотя бы ее физически получить и расписаться, то теперь даже такой возможности нет. И вы можете даже не узнать о том, что вас мобилизовали, и узнаете об этом только, допустим, когда вы захотите уехать в отпуск за границу. Вот такие вот дела. Местные СМИ пишут, что это свидетельствует о том, что в итоге планируется какая-то еще одна волна мобилизации. Вряд ли, конечно, будет всеобщей мобилизацией, как пугает некоторые депутаты Госдумы. Но, тем не менее, звоночек не очень приятный, и этого стоит ожидать. Возможно, опять в сентябре, как и в прошлый раз. Но, скорее всего, планируют мобилизовывать всех, кто просто проходит срочную службу в армии, и там сразу их после этого отправлять уже на фронт. Что, конечно, очень грустно. Также внимание СМИ привлек арест Стрелкова Гиркина, который называет себя тем, кто, собственно, начал войну на Донбассе в 2014 году. И также его Нидерландский суд признал виновным в крушении малазийского Боинга в том же 2014 году. В общем, по всем статьям это военный преступник, но российские либералы внезапно принялись его защищать и называть его политическим заключенным. В целом их можно понять. Они заявляют, что да, он военный преступник, но его сейчас судят не по статьям по военным преступлениям, а просто за то, что он позволял себе высказываться критически о Путине и о том, как идет так называемая специальная военная операция, как в России называют войну. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. После мятежа Пригожина, видимо, решили закручивать гайки. И так как либералов в стране уже не осталось, то принялись вот за таких вот ура-патриотов, которые позволяют себе критиковать власть. Возможно, следующие на очереди военкоры. В Wall Street Journal вышла интересная статья, где говорится о том, что Путин за 2-3 дня знал о готовящемся мятеже Пригожина, но ничего не сделал, потому что думал, что это блеф, что точно не решаться. И именно этим объясняется такой хаос, который творился во власти, что не было никаких сообщений, никто не знал, что делать, что внезапно все из Москвы улетели, потому что реально Путин не ожидал, и он ничего не сделал. И вот не хочется как бы защищать что ли Путина, что вот он мог бы что-то сделать, но на самом деле это было бы, конечно, смешно, если бы не погибли реальные люди, там целый экипаж самолета погиб, но при этом Пригожина спокойно отпустили, он там уже в Беларуси обосновался, весь Вагнер уже практически там забрал все свои деньги. И я не знаю, у меня до сих пор как-то в голове не укладывается, что вот такое вообще было возможно в России. Здесь на Западе, конечно, тоже от этого в шоке. Давайте перейдем к новостям из Америки. Здесь есть что рассказать. Так, например, прокурор штата Мичиган официально открыл уголовное дело против так называемых фейковых выборщиков, которые участвовали в выборах 2020 года. В Америке как устроена система голосования? Формально люди голосуют за конкретного кандидата, но потом есть как бы такая определенная прослойка, ну можно так ее назвать, когда от штата есть выборщики, количество выборщиков определяется населением штата, и юридически конкретно выборщики выбирают президента. Но во всех штатах есть законы, согласно которым выборщики обязаны голосовать так, как проголосовало большинство народа. То есть если в Калифорнии больше 50% проголосовало за одного кандидата в президенты, то все выборщики, их там, по-моему, больше 50% от Калифорнии, они обязаны проголосовать именно за победившего. Нельзя отдавать голос больше никому. И таким образом выборщики формально выбирают президента, основываясь на голосе народа. Так вот, что попытался сделать Трамп? Они пытались отправить голосовать выборщиков от республиканской партии, чтобы они проголосовали за Трампа в 2020 году. И как бы их голоса учли, а голоса настоящих выборщиков от штата не учли. Так вот, прокурор штата Мичиган, где тоже попытались это сделать, он предъявил теперь обвинение в уголовном преступлении вот этим фейковым выборщикам, которые пытались проголосовать за Трампа. Посмотрим, как это будет развиваться. В Штатах тем временем уже максимально набирает обороты президентская гонка 2024 года. Кстати, забавно, в России президентские выборы, они получаются в марте 2024 года, за полгода до выборов в Америке, еще даже неизвестны вообще там кандидаты, кто и как здесь в Америке, прям вот они будут еще только больше, чем через год, а кампания уже вовсю идет. Так вот, Рон де Сантис, кандидат республиканской партии и губернатор Флориды, он заручился наибольшим числом доноров, то есть тех, кто вот донатит ему на президентскую кампанию. По закону все кандидаты в президенты должны отчитываться о том, сколько им прислали денег, кто им прислал денег, сколько у них вообще денег есть на ведение президентской кампании. Поэтому это все здесь и подотчетно, и новости это активно обсуждают. Так вот, Рон де Сантис собрал больше всех денег за этот год, но, несмотря на это, у Дональда Трампа в общем количестве денег все равно больше, чем у всех других кандидатов. Но оно и понятно, он все-таки миллиардер. Уже 23 августа состоятся первые республиканские дебаты среди кандидатов в президенты, и чтобы участвовать в этих дебатах, как раз-таки нужно пройти нижнюю границу в объемах средств, которые были привлечены кандидатам, и иметь в целом поддержку там среди опросов. И на данный момент всего 6 кандидатов от республиканской партии квалифицированы для того, чтобы участвовать в этих дебатах, но к 23 августа еще все может измениться. Среди них, естественно, бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон де Сантис, предприниматель Вивек Рамасвами, который как раз интересный кандидат. Он по происхождению индус, но вот участвует в праймерис от республиканской партии. Также это сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор того же штата Ники Хейли и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Посмотрим, как все пройдет. Мне очень интересно за всем этим наблюдать, но я все-таки думаю, что теперь основную номинацию от республиканцев получит именно Дональд Трамп. Но я не думаю, что он сможет стать президентом. Следующая громкая новость из штатов это то, что здесь запретили позитивную дискриминацию в университетах. Что это значит? Вообще во многих штатах она была запрещена уже давно, и плюс университеты как бы частные структуры в подавляющем большинстве. Поэтому вряд ли это на что-то отразится, но тем не менее это очень важный прецедент, потому что это запретил Верховный суд США, то есть на федеральном уровне. Что такое позитивная дискриминация? Это такая политика, которая позволяет поступать в университеты людям, у которых меньше каких-то знаний, меньше результаты на экзаменах. Но допустим, они члены какого-то меньшинства, например, там афроамериканцы. В Америке в первую очередь было на них направлено. Таким образом, власти пытались улучшить социальное состояние разных групп населения, дав им больше возможностей, потому что когда-то их притесняли. И вот сейчас дадим им поблажку, чтобы они получали образование и улучшали жизнь вокруг себя. Тем не менее, многие считают, что эта практика провалилась, считают ее недостаточно справедливой, когда вместо по-настоящему умного, талантливого ученика или ученицы могут взять в университет кого-то менее умного, но просто потому, что он, допустим, принадлежит к афроамериканцам. Спорное решение, не спорю, но тем не менее, Верховный суд это теперь отменил. Напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Я знаю, что многие русскоязычные иммигранты, люди, которые живут за пределами России, они очень так, знаете, ненавидят все, что связано с Байденом, что он там старый маразматик и вот все такое. Для них такая хорошая, наверное, новость, то, что на неделе состоялось первое судебное заседание по делу о налоговом мошенничестве, неуплате налогов в отношении сына Джо Байдена, Хантера Байдена. Вот, например, Блумберг пишет, что стороны все-таки договорились и Байден-младший признает свою вину за то, что два года не платил налоги. И также признает свою вину в незаконном хранении оружия. Тем не менее, это еще не все уголовные дела против Байдена, они также продолжают рассматриваться, будут еще новые суды. И тут важно понимать, что даже после того, когда Джо Байден, его отец, стал президентом, он не стал снимать прокурора, который вел его дела. Так что мы еще увидим много разных судебных расследований в отношении сына президента. Следующая интересная новость касается исследования Ельского университета о смертности от ковида в зависимости от партийной принадлежности. В большом исследовании они анализировали данные из штата Огайо и Флорида, демократический и республиканский штат, соответственно. Если сначала демократы и республиканцы умирали от ковида примерно одинаково, то по мере начала кампании вакцинации республиканцы сначала стали умирать на 15% больше, а потом на 45% больше, чем демократы. Связано это с тем, что среди республиканцев активно пропагандировался отказ от вакцин. И вообще вот это все антиковидное, антивакцинное движение, оно вот среди республиканцев было очень развито. Вот такая вот интересная статистика. Американские власти все так же не ограничивают и наоборот только приветствуют, чтобы как можно больше людей приезжало в Штаты. Статистика по визам только растет. У нас в визовом центре люди каждый день получают американские визы, визы в Великобританию, в Канаду, в азиатские страны. Мы сейчас даже делаем в Австралию, в Новую Зеландию визы. Что могу сказать? Сейчас американскую туристическую визу можно получить где-то за 2-3 месяца. Это, наверное, самый быстрый срок за последние 2 года. У нас сейчас активно люди получают в Индонезии, но есть также варианты и в безвизовых странах, в ближайших странах. В общем, если вы хотите получить визу США до конца этого года, вы точно это можете сделать, чтобы въехать еще сюда. Для того, чтобы это сделать, просто переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, и моя команда бесплатно вас проконсультирует и оценит ваши шансы на получение той или иной визы. Мы работаем уже много лет, у нас больше 3 тысяч клиентов, поэтому просто оставляйте заявку и узнаете абсолютно бесплатно ответы на все вопросы касательно получения американской визы. Внезапно в американском конгрессе в Палате представителей на полном серьезе прошли слушания об НЛО. Там допросили и пилотов, и там разных бывших сотрудников. И один из них, бывший сотрудник разведки ВВС США, рассказал, что Америка чуть ли не с 30-х годов. Американские власти работают, ну не с НЛО, но как бы они столкнулись с НЛО, и они проводят разные анализы, исследования, что у них есть не просто аппараты внеземного происхождения, но даже биологические останки. И это вызывает такой очень большой шок. Там пилоты ВВС, они говорили о том, что видели эти объекты, кто-то описывает как какие-то там точки, которые движутся по какой-то абсолютно не физической траектории. А другие говорят, что это там какой-то куб в сфере. В общем, абсолютно разные были свидетельства НЛО, как вот здесь у нас на западном побережье, так и на восточном побережье. По итогам слушания лидер демократов в Сенате Чак Шумер внес поправку в бюджет о том, чтобы федеральные ведомства поделились всеми данными о контактах с НЛО, вообще обо всем, что происходит, о том, о чем сказали свидетели под присягой. Это реально может случиться, только если они не воспользуются своим правом не выдавать это из-за того, что публикация этой информации может вредить национальной безопасности США. В общем, посмотрим. Я, если честно, не знаю, что об этом думать. Я не особо верю в существование НЛО, но тоже здесь на полном серьезе так обсуждаю. Знаете, заставляет задуматься, вот скажите, а вы верите в НЛО и вообще, что это все значит? Реально ли Америка имеет контакт с какими-то инопланетянами аж в 30-х годов, и все федеральные ведомства в этом как-то замешаны и все скрывают? Есть ли у них реально биологические останки пришельцев? Давайте введем рубрику «Новости науки». Физики, возможно, совершили крупнейшее вообще открытие в научном мире и важнейшее для человечества за последние, наверное, лет сто. Они создали материал, обладающий свойствами полупроводника. При этом он обладает этими свойствами при комнатной температуре, что очень важно, и при комнатном давлении. Они его назвали пока LK99. Вышла такая вот научная как бы статья об этом. Самое крутое, что производство его не очень сложное, оно недорогое, что очень важно. И значит, если это получится масштабировать и производить в большом объеме, то мир больше вообще никогда не будет прежним. Потому что это даст и более как бы долгоживущие батареи, и более эффективную передачу электроэнергии, более какие-то быстрые эффективные чипы для компьютеров. Ну, в общем, все. То есть, по сути, это замена кремния. И, возможно, мы с вами увидим время, когда квантовые компьютеры, они придут в нашу жизнь вот так же, как, не знаю, там, как смартфоны пришли. И все. Огромное применение для медицины. Очень дешевые аппараты, там, компьютерные томографии, магнитно-резонансные томографии. Транспорт, там, какие-то поезда сверхбыстрые. В общем, ну, вот применение буквально в каждой сфере. И это огромная новость. Я удивлен, почему об этом не трубят во всех вообще СМИ. Конечно, пишут, но, знаете, так, в сторонке. Как будто это что-то не очень важное. Хотя это пипец как важно. Также пару недель назад я обратил внимание, что много СМИ при этом почему-то написали в свои заголовки такие громкие о том, что аспартам признан Всемирной организацией здравоохранения как вещество, которое вызывает рак. Хотя это вообще абсолютно неправда. Там в этот список, куда добавили аспартам, который используется, как, знаете, как сахарозаменитель во всяких слабо газированных и сильно газированных напитках, типа там Coke Zero и так далее. Да, там написано, что он может быть, возможно, вызывает рак. Но если вы посмотрите этот список во Всемирной организации здравоохранения, то увидите, что там, например, также включена химчистка, слабосоленые овощи. Вот типа вы любите солить огурцы, а вот, знаете, вот, оказывается, соленые огурцы, они тоже в списке, где и аспартам. И также туда включены частоты сотовых телефонов. Вот так вот живите с этим и внимательнее читайте новости. Ну и внезапно мне захотелось внести такую, знаете, книжную рубрику в мой выпуск новостей. Если вы следите за мной в других социальных сетях, вы знаете, что я очень люблю читать книги. И на этой неделе вышла новая книга Михаила Зыгоря, которая уехала из России, признана агентом. Он когда-то был главным редактором «Дождя», и потом он написал офигенные книги «Вся кремлевская рать», «Все свободны» и «Империя должна умереть». Я, как человек, который обожает историю, реально вот зачитывался этими книгами просто вот разом, не мог оторваться. И вышла его новая книга, она вышла пока только на английском языке, она как раз-таки про войну в Украине и вообще про отношения России и Украины на протяжении веков, и вот которые вот ведут к войне, и вообще что это происходит. Мне очень интересно это почитать, она мне пришла, она вот так вот выглядит, и в связи с этим я хочу сказать, что я реально всерьез намерен создать свой такой книжный клуб, где за небольшую плату мы сможем с вами раз в месяц созваниваться, естественно, со мной, у нас будет отдельный общий чат, и мы там будем обсуждать, собственно, читать книги, обсуждать их. Мне очень интересно это делать с единомышленниками, поэтому, друзья, если вам это интересно, напишите в комментариях. Я хочу в книжный клуб, чтобы я понял, что вам действительно это нравится идея, и тогда в ближайших выпусках я сделаю анонс, и мы все сможем начать читать интересные всем книги, обсуждать это, делиться с такими же вот людьми, которые, как я, любят чтение. Так что пишите комментарии. А на этом все, друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, нажимать на кнопки колокольчика, чтобы не пропускать новые видео, а мы увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!